Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о Евангелии от Иоанна, мы обратимся сейчас к девятой главе. В отличие от нескольких предыдущих глав, девятая глава по своей структуре, сюжетной, если так можно выразиться, значительно проще. В сущности, рассказывая только одну историю. Это история об исцелении слепорожденного. Это был человек, родившийся слепым, увидев которого ученики с Иисусом во главе что-то между собой обсуждают, после чего Иисус исцеляет этого человека. И вот это вызывает удивление, но тут неожиданно оказывается, что дело происходит в субботу, а Иисус плюнул на землю, сделал грязь и положил на глаза слепому, велел ему пойти умыться в купальне с Илаам. Ну и находятся ревнители, которые считают, что Иисус нарушил закон, поэтому большой грешник, потому что вот там таких вещей делать в субботу нельзя. Это работа, то, что сделал Иисус. Поэтому бедного бывшего слепца волокут к фарисеям. Те его обвиняют, что вот там покайся, прославь Бога, мы знаем, что человек грешный. С довольно большим сарказмом евангелист Иоанн рассказывает эту историю, потому что, конечно, этот слепорожденный говорит, я не знаю, грешник он или нет, я знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Вот, кстати, очень ведь достойная позиция. И когда они продолжают его рассказывать, его расспрашивать, он говорит, ну вы что, хотите тоже сделать с его учениками? Кончается тем, что они говорят, что это ты его ученик, мы ученики Моисея, откуда этот человек, мы не знаем. И очень важная в сюжетном отношении фраза этого бывшего слепца, это ты странно, что вы его не знаете, а он открыл мне очи. Ну и после этого евангелист в заключительной части, в последних строках главы, рассказывает уже о непосредственной встрече Господа Иисуса с этим человеком. Да, еще там в серединке есть небольшая вставка, дополнительная линия сюжетная о том, что фарисеи призывают родителей прозревшего, они отказываются, чтобы то ни было обсуждать, потому что в это время уже иудеи сговорились, что тех, кто признает Иисуса за Христа, а будут отлучать от синагоги. Вот, собственно, сюжет. Помимо этого сюжета, здесь есть несколько чрезвычайно важных вещей, ради которых, может быть, этот сюжет и вообще рассказывается. Во-первых, в самом начале, видя слепорожденного, то есть человека, который уже пришел в этот мир вот с таким страшным повреждением, он еще ничего не успел совершить в этом мире, никаких поступков, которые можно было бы покарать, так сказать, подобным образом, он только родился, но уже слеп, ну и всю свою жизнь проживает слепым. Поэтому ученики спрашивают Иисуса, равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Даже по прошествии двух тысяч лет в нашей христианской религиозности, в том числе и православной, в очень большой степени, мы задаем этот вопрос, причем не Иисусу, а себе, ну и, соответственно, ответы тоже слушаем от Иисуса, не от Иисуса, а от себя. Потому что вопрос учеников предполагает, что либо будет сказано, да, это он там чем-то провинился, что, в общем, будут, конечно, домыслы или родители его. Понимаете, вот вся человеческая мысль в отношении греха строится вот в этой очень упрощенной парадигме. Один согрешил, и, соответственно, он карается за этот грех. А иногда не он, а там следующее поколение. И всегда можно найти, за что, за какой грех вот так Бог покарал этого человека. Это очень удобно, потому что можно думать о себе, что, ну, я-то такого не совершил, поэтому со мной такого не будет. Повторяю, это на самом деле общечеловеческая парадигма, совершенно не христианская, и мы просто не отслеживаем в себе ее характер, так сказать. Поэтому тоже наслаждением рассказываем друг другу, вот там с тобой что-то произошло, это тебе за то, что ты там, значит, вот что-то такое неправильное сделал. Поэтому так важно для нас увидеть, а как Иисус действует, что он говорит в ответ на этот вопрос, потому что Иисус вообще не принимает эту логику, кто согрешил, он или родители его. В конце концов, это уже в прошлом. И кто согрешил, тот пусть кается, но зачем это обсуждать ученикам, что для учеников даст, так сказать, эта информация, даже если Иисус и рассказал бы им, кто согрешил. Ну, вот. Но больше того, вообще вот эта логика прямой причинно-следственной связи между виной человека и несчастьями, которые обрушиваются ему на голову, этой прямой причинно-следственной связи, по-видимому, Иисус признать не готов. Да, конечно, так бывает. В конце концов, если ты сел пьяным за руль, ну, результат будет последствием твоего собственного выбора, да, твоих грехов, это довольно понятные, очевидные, простые вещи. Но все-таки жизнь сложнее. И природа страдания сложнее, не так все просто. Поэтому, повторяю, рассуждать в логике, кто согрешил, что с ним это случилось, Иисус не соглашается. Не соглашается. Это очень важно для нас увидеть. Он по-другому вообще на это все смотрит. Может быть, он говорит, что, ну, что изменится, если я вам отвечу на этот вопрос. Но, говорит он, это для того, чтобы на нем явились дела божьи. То есть он смотрит здесь, в диалоге с учениками, не назад на то, кто согрешил, потому что, ну, все равно это в прошлом, это уже нельзя исправить, чтобы исправить слепоту этого слепорожденного. Иисус смотрит вперед. Дело не в том, там, кто виноват, кто-то, наверное, виноват. Но взгляд Бога – это взгляд на то, что можно сделать, как это исцелить, чтобы явлены были дела божьи, чтобы на нем явились дела божьи. Ну, в общем, знаете, еще тоже часто христианские толкователи рисуют совершенно безумную картину, что, дескать, Бог заранее подстроил, прости Господи, слепоту этого, человека, чтобы через много лет, когда он попадется Иисусу на жизненном пути, он, так сказать, послужил объектом для чуда. Вот. Хотя, кстати, чудо-то совершается по возможности в тишине, в тайне Иисус не говорит ему, «Иди, рассказывай». Вот. Нет, конечно, конечно, нет. Важно, что Господь говорит, что было там до этого момента, до встречи с Иисусом, оно прошло. Важно, что теперь может быть явлена слава Божья. «Я в мире, и я свет миру, и нужно делать, должно делать дела пославшего меня». Это очень соотносится, знаете, с логикой пророчества Иеремии в 31 главе о Новом Завете, когда Господь говорит, «Я прощу беззаконие их и греха их уже не воспомину более». Вот в этот момент в жизни этого человека вошел Иисус. И все начинается заново. Это для того, чтобы в его жизни на нем явились дела Божьи. Вот это очень важная вещь. Вопрос, который нам в подобной ситуации стоило бы задавать друг другу, тоже не «Кто виноват?», а «Что мы можем сделать?» И как мы можем дать Богу возможность, так сказать, вмешаться в ту ситуацию человеческого страдания, с которой мы сталкиваемся. Да, потому что причинно-следственные связи почему происходит с людьми то, что с ними происходит, это в каком-то смысле вне нашей компетенции. Вот. Я думаю, что каждому христианину над этим коротким диалогом очень важно задумываться, что же говорит Господь. Ну и кроме того, конечно же, важны его слова в пятом стихе. «Да, коли я в мире, я свет миру». Потому что это связывает рассказ об исцелении слепорожденного с предыдущим разговором с женщиной, взятой в прелюбодеяние и покаянием фарисеев, где тоже Господь говорит «я свет миру». В той ситуации и евангелист Иоанн показывает, как на этот свет реагируют, откликаются разные люди, фарисеи, которые смогли покаяться и уйти, или те, кто спорят с Иисусом, или те, кто пытаются побить его камнями. А вот в этой главе, о которой мы сейчас говорим, что происходит, когда этот свет входит в жизнь человека слепого, человека почти случайного или, может быть, даже совсем случайного в самых последних стихах главы. Иоанн еще об этом будет говорить. Ну и вот дальше, как я уже говорил, сложная такая коллизия, которую евангелист Иоанн описывает довольно подробно, которая заканчивается тем, что фарисеи говорят слепорожденному, в грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь, ты еще будешь тут нам чего-то про Бога рассказывать. И выгоняют его прочим. И вот евангелист Иоанн говорит нам о том, что когда Иисус узнал об этом, ну и, конечно же, это подразумевает, что этот слепорожденный не отрекся от Иисуса, то, что произошло, то, что его с позором выгнали вон, да, и он не стал свидетельствовать против Иисуса, вот Господь находит ему его и задает ему вопрос, веруешь ли ты в Сына Божия. И надо признать, что в контексте всего сюжета этой главы вопрос звучит странно. А как он может веровать? Что имеет в виду Иисус? Что подразумевается за этим вопросом? Потому что этот слепорожденный не был с Иисусом знаком. Когда они встретились, он был слеп, Господь сделал нечто, помазал ему чем-то глаза и сказал, иди в купальню Силаам, и кто-то, наверное, под руку его к этой купальне отвел. Он был еще слеп и прозрел только после того, как Иисус после того, как умылся в этой самой купальне. Что означает «веруешь ли ты в Сына Божия?» Может быть, этот вопрос подразумевает «веруешь ли ты, что Спаситель мира, помазанник Христос, обещанный Богом народу Израиля, уже пришел в этот мир?» Да, возможно, и даже скорее всего. И может быть, еще в этом вопросе есть такой нюанс «доверяешь ли ты?» Потому что практически никогда в Новом Завете слово «верить» не означает принимать без доказательств некие религиозно-философские утверждения. Ну, как мы верим в существование электрона. Мы же его никто не видели никогда, но все верим в то, что он существует. Вот. Нет. Речь идет о именно доверии. Доверяешь ли ты тому, что прохождение Бога через мир, Пасха Господня, действие Бога, спасительное для народа Божьего началось, происходит, и вот есть Сын Божий. Вот что-то примерно такое, спрашивает Иисус этого человека, на что он задает Иисусу встречный и поразительно точный вопрос. Он говорит, а кто он, чтобы мне веровать в него? Он не готов обсуждать абстрактные религиозно-философские категории. Понимаете, про какие-нибудь, ну, неважно про что, именно идеи, те, которые так владели умами, скажем, средневековых христиан. Этот самый слепорожденный не согласен на эти темы рассуждать. Он говорит, кто он, чтобы мне веровать его, чтобы доверять, кому я должен доверять, кто этот Сын Божий, в котором сегодня осуществляется спасение мира. И вот на это Иисус говорит ему, это я, ты видел его, и он говорит с тобою, это я. Ну, на самом деле мы понимаем, ведь, что так или иначе слепорожденный знает, что это именно Иисус исцелил его и по голосу, который он слышал в самом начале этой истории, и потом по обвинениям фарисеев. И вот он говорит, да, веруя в Господи и поклонился ему. Таким образом, он действительно исповедует Иисуса тем, в ком совершается спасение Божье и кланяется ему. И вот дальше евангелист Иоанн записывает очень важную тоже фразу Христа, который на это говорит, по-видимому, не только слепорожденным, но и ученикам. На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Таким образом, суд для Иисуса это вот этот свет, приходящий в мир. Евангелист Иоанн в начале Евангелия тоже об этом уже писал, говорил, суд состоит в том, что свет пришел в мир. На суд пришел я в этот мир, чтобы люди могли увидеть правду, чтобы те, кто не видит глубины истинной правды жизни, смогли ее увидеть, а те, кто думают, что они уже все сами отлично знают, увидели собственную слепоту. Собственно, об этом в самые последние строки главы, потому что фарисеи, которые услышали это, говорят, ну что же, мы тоже, значит, ты утверждаешь слепы, мы-то думаем, что мы все знаем, все правила, все, и и все, что можно знать о Боге. Господь говорит, если бы вы просто были слепы и не понимали, ну это еще не вина. Потрясающая мысль, потрясающая. Понимаете, мы готовы любого не только что язычника, а даже и не вполне нравящегося нам христианина считать слепым и обвинять, обвинять и сладострастно рассказывать, какие сковородки будут лизать буддисты или там, я не знаю, кто-нибудь еще, шаманы. А Иисус говорит, если бы вы были слепы, в этом не было бы греха, потому что нет у человека возможности увидеть правду о жизни, понять что-то о Боге. Это не вина, и в этом нет греха. И дальше здесь, буквально там, где в синодальном переводе стоит точка с запятой, если бы вы были слепы, не имели бы на себе греха. Сюда надо вписать 25 главу Матфея, притчу о последнем суде, о том, что тогда человек судится по тому, каково его сердце есть в нем хоть капля, хоть проблеск любви и милосердия. А фарисеям Господь говорит, но вы утверждаете, что вы знаете, и тогда то, что это вранье, ваша вина. То есть предполагается, что эти фарисеи имеют возможность спросить себя, а правду ли мы знаем, а так ли это собственно получается, что Иисус обвиняет их в том, что, ну не обвиняет, обличает их в том, что они отключили критическое мышление, они уверены в себе настолько, что становятся, как выражался отец Александр Шмеман, непромокаемыми не для откровения, да, что они замкнуты, и уже Богу невозможно к ним пробиться. Вот, конечно же, это вся глава, разговор о том, что это такое, это слепота фарисеев, почему дальше они будут действовать так, как они действуют, и, конечно же, продолжение того, что в предыдущей главе Иисус говорил о видении Небесного Отца в Нем, в Иисусе.